Это экспертное мнение на ТСВ в студии Ирина Руснак и Светлана Мартынюк. В Тирасполе побывала европейская делегация, ее возглавила представитель ЕС в переговорном процессе Дорота Длоухи Сулига. С европейскими дипломатами встретился президент и глава нашего МИДа. Министр иностранных дел сейчас с нами на связи Виталий Игнатьев. Виталий Викторович, добрый вечер. Здравствуйте. В начале встречи с европейской делегацией вы обозначили одну из основных тем и проблем. Это новые экономические ограничения со стороны Молдовы. Кишинев не дает нашим предприятиям вывести свою готовую продукцию. Это Молдавый залит, потенциал сейчас остановился. 1300 человек остались без работы. Европейская делегация, европейцы вообще в курсе, что делает Кишинев. Они понимают, что от этого страдают обычные люди, сотрудники этих предприятий, которые сейчас остались без работы. Да, как мы видим в курсе проблем, но не всеми деталями владеют наши коллеги. И некоторые моменты тоже вызвали у них большой интерес. Во-первых, мы отметили падение торгово-экономического оборота с Европейским Союзом. Как раз вследствие того, что блокируя импорт и экспортные операции наших предприятий, Молдавская страна создает проблемы и для потребителей нашей продукции на территории Европейского Союза. Причем это делается абсолютно необоснованно. Если говорить о той известной проблеме нескольких наших предприятий, это завод «Электромаш», это завод «Потенциал», «Молдавизолит», то там потребителями нашей продукции являются и, собственно говоря, компании в Евросоюзе, и от этого тоже есть негативное влияние. Поэтому это предмет вопроса, который касается не только Приднестровья, касается и Брюсселя в том числе, и это требует оперативного вмешательства для того, чтобы нивелировать эти негативные явления. Причем важно отметить, что предлог для блокирования продукции, продукция абсолютно искусственная. Приводятся ссылки на какие-то нормативные акты абсолютно политического характера. Продукция полностью соответствует европейским нормам, стандартам, и значительная часть этой продукции раньше, в прошлые годы, спокойно, без препятствий поставлялась. Наши промышленные предприятия экспортируют свою продукцию, в том числе и в Европейский Союз. Получается так, что вводя ограничения для наших преднестровских предприятий, эти же ограничения уже чувствуют на себе европейские потребители. Европейские дипломаты, как они к этому относятся? У них есть какая-то позиция? Конечно, позиция есть. Нам было сказано, что Евросоюз выступает против негативных сюрпризов каких-то, потому что мы отмечаем, что молдавская сторона зачастую оправдывает введение административных бурьеров, каких-то политизированных дополнительных требований, блокирование поставки той или иной продукции, в частности, медицинских изделий и так далее. Якобы ссылкой на нормы Европейского Союза новые стандарты требованы. Конечно, Брюссель явно не заинтересован в том, чтобы делать заложниками тех или иных экономических агентов ущерб себе же. Явно тут есть определенная такая нечистая игра со стороны Молдовы, поэтому было важно обсудить эти вопросы с примерами конкретными, довести всю эту информацию для того, чтобы уже была какая-то реакция с их стороны. Я уверен, что определенная реакция будет, и мы продолжим работать с европейской стороной, чтобы избежать вот этих вот негативных явлений. Ну вот мы знаем, да, сколько уже эта проблема обсуждается. Уже много раз об этом говорилось, что вот Молдова, вводя эти ограничения для наших предприятий, Кишинев нарушает договоренности, которые были достигнуты еще в 2014-2015 году. Сейчас Кишинев хочет заставить наши предприятия платить, получается, свои дополнительные таможенные сборы. Двойное, да, двойное обложение. К чему это может привести? А что касается попыток вести там какие-то экологические сборы и так далее, то мы говорили о том, что это в любом случае попытки сделать двойное налогообложение. Таможенные сборы, которые они уже требуют с наших предприятий, нарушение договоренностей. Вот эти вот новые инициативы, которые могут обернуться большими проблемами и сложностями в перегородном процессе, все это, ну, крайне опасные тенденции, и на это нам нужно обращать внимание. Потому что, скажем так, делать вид, что вроде бы в молодопреднесовских отношениях наступило окончательное урегулирование, ну, наверное, ни одна из сторон не готова, да, может быть, только Кишинев в декларациях. Все понимают, что конфликт открыт, он не урегулирован, на него накладываются новые слои проблем, связанные с региональными конфликтами, с глобальной нестабильностью. И здесь, в этих условиях, ну, нужно создавать механизмы для снятия напряженности, а не для провоцирования очередных проблем. Ну, вот на встрече мы знаем, что глава европейской делегации, Дора Титлоухи-Сулига, она сказала о том, что Тирасполю и Кишиневу нужно стремиться к тому, чтобы возобновить диалог. Мы знаем, что Тирасполя неоднократно заявлял о том, что мы готовы ко встречам в любом формате официальном, неофициальном. Кишинев же на все эти наши предложения отвечает отказом. Вот в этих условиях европейские дипломаты, да, ЕС выступают посредниками. Как они могут повлиять на эту ситуацию, как-то повлиять на Кишинев? В этих условиях, когда у Молдовы один приоритет, у нас другой, они явно не совпадают. Задача международных посредников в урегулировании делать все, чтобы не страдали люди. Вот, а Кишинев делает все, как мы сегодня отметили, чтобы разрывать связи с Приднестровьем, в том числе торгово-экономические, чтобы ограничивать экономические связи Приднестровья с Европой. Вот, вместо того, чтобы, да, реализовывать какие-то компромиссные, конструктивные, взаимно интересные модели общения. Это очень негативная новость, и очень важно Брюсселю на это обратить внимание, потому что последствия могут быть негативными. Это региональная дестабилизация обстановки, потому что политизированное ограничение экономики Приднестровья, оно в итоге ведет к обострению конфликта в целом, это же очевидно. Виталий Викторович, а вот кроме экономических проблем обсуждали гуманитарные вопросы? Тот же рентген-аппарат, который ждут в Тубдиспансере в Тирасполе, его задерживает Молдова. Какие там перспективы? Да-да-да, обсуждали, это знаковый вопрос. Моя собеседница отметила, что некоторое время назад подобная проблема была, она была решена, но опять в итоге мы получаем картину, когда Приднестровье на протяжении 3-4 месяцев борется за поставку жизненно необходимого оборудования, которое блокируется по абсолютно, повторюсь, надуманным предлогам. Сейчас речь идет о цифровом рентген-аппарате, производителем которого является Италия. То есть европейский рентген-аппарат всем требованиям соответствует, но у каких-то представителей Молдова есть какие-то свои вопросы. При всем при том, что это нужно туберкулезному диспансеру, что сегодня наши граждане, в том числе и дети, ограничены в получении этой услуги по проверке с использованием этого оборудования. Поэтому, конечно, это все абсолютно антигуманные действия. Они лежат далеко за какими-то европейскими или вообще человеческими требованиями, нормами, принципами. Это крайне негативные сигналы, наряду с другими явлениями. Мы знаем, что на вчерашней встрече вы поднимали еще один вопрос. Это работа экспертных групп. И мы знаем, что Террасполь в последние месяцы неоднократно тоже инициировал встречи эти по рабочей группе по банковским вопросам, чтобы собрались по транспорту, по экономике. Кишинев вновь и вновь отказывает. Вот европейские дипломаты что думают по этому вопросу? Обсуждали рабочие экспертные группы, мы привели примеры групп по экономике, по вопросам автотранспорта, по вопросам экологии. Там, где мы хотели обсудить важные и актуальные вопросы, молодовская сторона откладывает проведение этих групп. То есть у нас в этом году вообще было 7 заседаний экспертных рабочих групп. В прошлом году для примера было 17. Понимаете, какая динамика негативная. Поэтому, конечно, это все важно. Говорили о гарантиях того, что в перегорном процессе должна быть гарантия для сторон. И то, что молдавская сторона пытается как-то применять какие-то новые ограничения для Приднестрова, вводит эти законодательные меры по сепаратизму, это все тоже элемент репрессии, то, что разрушает нормальный режим общения. Это токсичные действия, от которых необходимо отказаться. Здесь вот и у нас, и у Брюсселя, и у Российской Федерации, и у БСЕ позиции совпадают. Но мало заявить о том, что это плохо, и я уверен, что международные участники должны сделать так, чтобы Кишинев отказался от дальнейшего усугубления в этом направлении. Спасибо. А с нами на связи был министр иностранных дел Виталий Игнатьев. Грибная пора пришла, а мы этого и не заметили. Почему так? У нас в студии сегодня наш коллега, ведущий двух кадров Юрий Рыченков, Юра Жени. Недавно вернулись со съемок из похода по грибы. Юра, привет. Привет. Сразу вопрос. Нашли ли вы грибы? Да, как же. Конечно. Ага, то есть спойлер для очередного выпуска двух кадров уже прозвучал. Хорошо. Куда вы отправились на грибную охоту, на тихую охоту? Ну, мы сразу заранее определились с местами, потому что условия этой осенью действительно такие суровые в плане грибной охоты. Было абсолютно без дождей, без осадков лета, и точно такая же сухая начальная осень. И золотая осень, конечно, была красивая. То есть куда откнет палец по карте, так ехать было нельзя. Ну, скажем так, если бы была такая погода, когда через день идет дождь, а потом сразу тепло, то можно было бы практически в любой лес заходить, а оттуда однозначно не вернешься без какой-то добычи. Но так как вот сейчас условия были не совсем подходящие, то мы с нетерпением ждали, когда, наконец, осадки как следует увлажнят почву. И нам уже постоянно звонили, писали и спрашивали знакомые, когда, когда уже можно будет с лукошком, наконец-то, отправляться в лес. Ну, и вот, наконец-то, все условия совпали, и мы сразу же первым делом отправились в Дубоссарский район. Я думала, вот, Гриша, звонили, спрашивали, когда, когда, а я думала, звонили и спрашивали, приглашали вас, приезжайте, мы покажем грибные места. Нет, такого не было? Ну, если бы были осадки, то, наверное, и пригласили бы. Не в этот раз. Кстати, Юра, почему Дубоссарский район? Вы, да, у обывателей представление, что грибные места у нас в Каменке, на севере, а вы выбрали... Грибные места у нас везде. Просто, во-первых, ну, там больше разнообразия в плане лесных посадок, там и лиственные посадки, и хвойные. Ну, и, наверное, там, может быть, чуть-чуть меньше завзятых таких любителей грибной охоты, потому что здесь у нас, вот, в южных районах Террасполь, Бендер, и здесь очень много грибников, которые тоже только и ждут первой же возможности, и они выгребают все, как только попадают в лес. Ты не сказал ленивых грибников, которым лень поехать в Дубоссар и в Каменку, они вот здесь в округе, да, собирают грибы и ищут? Ну, как выяснилось, чуть севернее тоже они не такие ленивые, потому что даже вот после того, как мы прошерстили, скажем так, одну делянку, оказалось, что до нас там кто-то прошел, потому что мы видели старые срезанные грибы, которые, ну, скажем так, неподходящие, кто-то их срезал, посмотрел и выбросил. Ну, несмотря на это, и нам тоже удалось кое-чем поживиться. А какие нашли, что за грибы? Мы целенаправленно нашли за маслятами, потому что сейчас, во-первых, сезон для них подходящий, и, во-вторых, в тех хвойных посадках, там как раз идеальное место для их произрастания, и мы знали, что мы найдем. А там сейчас вот как раз можно собирать маслята и серую рядовку. Вот это те грибы, которые мы хорошо знаем, которые съедобные, и которые приятные и легко собирать. Ну, грибы быстро попались вам на глаза или пришлось поискать? Не сразу, не сразу, потому что вот мы сначала зашли в один лес, оказалось, что там год назад был пожар, то есть мы это увидели по стволам деревьев, долго не могли понять, почему в таких идеальных условиях нет ни одного гриба. Оказалось, что вот мы посмотрели потом на обугленные деревья и поняли, что там просто вся грибница была выжжена. Потом пришлось переместиться, прошлись тоже сначала поверху, по холмам, там ничего не нашли. Но тут мы заглянули в пару овражков, и там нам уднулась удача. Вы сами бродили или у вас был проводник, кто-то местный, кто хорошо знает места? Нет, мы взяли с собой человека, который давно увлекается грибной охотой, и который хорошо знает наш край, он частенько фигурирует у нас на канале, это Юрий Соколов, он и краевед, и историк, и поисковик, и вот многие леса он знает как свои пять пальцев. Ну и к тому же вот ему почему-то удача... Да, наверное, и чутье у него тоже получше нашего, потому что ему удача улыбается намного чаще, чем нам. Даже бывало такое, что мы с ним практически в один день ходили по одному и тому же лесу, он оттуда выносил ведрами, а нам ничего не попадалось. Ну это так всегда, когда берешь с собой опытного грибника. Вы там одни ходили, грибы искали, или были еще люди? Вот ты говоришь, да, все ждали, когда у нас будет это время. Ну я же говорю, до нас там уже кто-то с утра прошел, несмотря на то, что мы выехали. Мы выехали очень рано, но тем не менее уже даже к тому моменту кто-то там успел пройтись, и иначе наш улов, наверное, был бы намного больше. Ну вот смотри, ты упомянул Юру Соколова, а мы на прошлой неделе с коллегами в кабинете увидели, что у нас есть даже грибные туры, наши турагенты предлагают, везут на север республики за день, там говорят, берите лукошко, сапоги, и вот мы вам покажем грибные места, мы заинтересовались, но не пошли по этому пути, а более по-простому, воспользовались служебным положением, и позвонили нашему, уже можно сказать, ну чуть ли не внештатному сотруднику Николаю Романовичу, спросить у него про грибные места, он нам посоветовал тоже несколько мест в Дубасарском районе, чтобы не ехать далеко, но вот он тоже нас предостерег от того, что, ну смотрите, скорее всего вы ничего не найдете, потому что когда пошли дожди, сразу же похолодало, и вот возможно вот в эти пару дней успели все-таки местные, это вот за дайбанами он посоветовал? Ну мы собственно за дайбанами и были, и Николай абсолютно прав, потому что он тоже наверняка с этим сталкивался, у нас это, я это называю любимой народной забавой, у нас люди очень любят ходить за грибами, и очень многие прямо вот на низком старте ждали, когда же наконец-то из-под земли что-то в лесу покажется, и поэтому сейчас так получилось, был такой прямо аншлаг в лесу, после того, как долго-долго грибники ждали, когда наконец-то установится подходящая погода, и первым делом туда все рванули, и поэтому не исключено, что и в более северных районах тоже скорее всего сейчас неплохо из лесу все это выметается, но туда, да, туда, если ехать вот в район Хрустовой, Севериновки, то там, наверное, шансов будет больше чем-то поживиться, и там и разнообразие грибов гораздо больше, чем на югах, ну и единственная проблема, туда ехать вот отсюда часа три-три с половиной, вот, а так, когда ты шесть-семь часов тратишь на дорогу, это для многих утомительно, ну и по бензину тоже дороговато, но если есть такая возможность, то я думаю, что можно рвануть и туда. Юра, скажи, ну вот писали, да, что в этом году грибов мало, вот вы когда пришли на поляну, да, действительно их мало, или все-таки вот этот дождь небольшой, да, как-то... Кто-то показывал у кошки, они собрали, вот даже наш оператор, Игорь Мацота показывал, что он свою порцию грибов нашел, да, вот ты что скажешь, были в этом году грибы, или не было? Кому-то везет, или мало? Ну, они есть, они никуда не делись, они, у них основное, основное тело грибница, оно живет под землей, живет много лет, просто они ждут подходящих условий, подходящих погод, подходящей погоды, просто в этом году вот с погодой немножко... Не грибной год, да, получается? Немножко не повезло, да. Все-таки меньше. Ну, бывали такие годы, когда вот я просто смотрел на улицу, еще начиная с лета, вот смотришь, то дождь, то жарко, то туман под утро, это идеальные условия, уже точно знаешь, что можно в ближайший лес пойти, и бывало такое, что я даже сам лично видел грибников, которые начинали снимать с себя одежду, завязывать рукава, штанины, и забивать туда, потому что уже в лукошке, в сумке, в пакете не помещалось. Ну вот есть такая информация, да, мы тоже об этом много говорили в новостях, о том, что в Молдове в этом году очень много отравлений грибами, и многие специалисты связывают это как раз вот с этой сухой осенью, что вот из-за недостатка влаги даже съедобные грибы становились несъедобными, да, вот мы же знаем, что они накапливают, да, токсины, а вот из-за сухой погоды не слышал ничего такого вот среди грибников не рассказывает? Я не слышал о том, что съедобные грибы трансформируются из-за погоды в несъедобные, но есть, да, есть у них такие условия, когда, если они растут в неподходящих местах, например, категорически не рекомендуется собирать грибы вдоль автомобильных трасс, потому что все вот токсичные выделения выхлопных газов, они очень сильно себя впитывают, и тогда собранный где-то возле дороги красивый такой упругий мясистый шампиньон может оказаться очень вредным для здоровья, и точно то же самое касается и фермерских хозяйств, потому что я неоднократно слышал о таких случаях, когда где-то под открытым небом хранились какие-то пестициды или гербициды, или минеральные удобрения, а рядом в посадке кто-то собирал грибы и потом ими отравился, просто потому что им тоже перепало вот этой химии. Юр, скажи, ну вот вы собрали грибы, да, собрали... Да, хватило вам. Что-то приготовили из них? Да, конечно. У нас именно цель и задача, мы себе ставили такую, что-то сразу же прямо в лесу приготовить. Мы знаем, говорится, в лицо те грибы, которые точно съедобные, и, кстати, некоторые грибы, которые у нас растут, здесь можно есть даже сырыми, что мы даже и демонстрировали в своей программе, не в этой, но в одной из предыдущих. Мы знаем, что сырые грибы, коробочек солью надо с собой носить, хотя бы посолить. Ну, например, вот рыжики, это всем известный гриб, очень вкусный, очень ароматный, его можно прямо вот так вот сорвать, посолить и попробовать, и ничего с вами не случится. Ну, другие, конечно, требуют какой-то термической обработки. Вообще, вы пожарили их или как-то? Да, мы взяли, у нас с собой была походная посуда, казанки, котелки, мы их промыли, почистили, маслята надо чистить, как картошку, знаешь, вот так вот садишься и чистишь. Почему многие хозяйки не любят, когда их мужья-грибники приносят много маслят? Потому что потом это все надо сидеть и чистить. Ну, точно так же это все почистили, на костре с луком обжарили, со смальцем, с подтушенки. Потом уже все это залили сметаной, и у нас получилось такое... Ой, ну все, не рассказывай дальше. Получилось некое... Еще бы вот мы там уже на месте подумали, надо было взять с собой сырые сливки, получился бы шикарный жульон на саже в воздухе. Ну, оно и так, пошло хорошо, это я вам точно говорю. Как видите, я перед вами сижу, значит, они все были съедобными. Ждем завтра эфира программы. Ну, а на студии был наш коллега, ведущий программы «Два кадра» Юрий Раченков. В Тирасполе продолжают высаживать розы. Сегодня розовая аллея появилась на въезде в город у Бельведера. Чего и сколько посадили, знает Татьяна Негревода, инженер-технолог спецзеленстрой. Она у нас сейчас на связи. Татьяна, здравствуйте. И вот такой вот сразу вопрос. Неужели на въезде в Тирасполе мало роз, что решили посадить еще? Нет, у нас достаточно как бы роз. С одной стороны красивый и красный, с другой стороны. Но эти две полосы вдоль Бельведера-Колоннады, они прямо просились за счет того, что газон там вдоль дороги не самый лучший, из-за того, что машины постоянно ездят, вода от дождей попадает. Соответственно, газон не был в самом хорошем состоянии. Поэтому мы решили, что будет неплохо дополнить Бельведер-Колоннады желтыми розами, достаточно интересные. Они обильно цветут на одном таком стволике, очень большой, много цветочков маленьких, желтых. И Лоу Беби вообще считается роза интересная, яркая. Она, когда начинает цвести, она такая ярко-желтая, потом она немножко бледнеет, а в конце она становится розовой. Поэтому как бы... Хорошо, а еще раз скажите, как называется этот сорт? Лоу Беби. Получается, теперь на въезде в Тирасполь у нас будет два цвета. Изначально был красный, теперь его еще дополнит желтый. Это специально так придумали, чтобы разнообразить картинку? Цветник, да, этот. Мне очень понравилась наша разделительная полоса, как получился бордюрчик из них. Вот в центре у нас на разделительной полосе, на так называемой стометровке нашей, очень интересный бордюрчик из них получился. Поэтому я подумала, что там они хорошо будут смотреться. Плюс они низкорослые, не будут мешать видимости машинам. А вот сейчас те розы на стометровке, что вы упомянули, они же еще, кажется, цветут. Получается, можно сейчас подъехать, посмотреть и понять... Как это будет. Да, какая клумба нас ждет на въезде в город, правильно? Да, они еще цветут. Уже не так обильно, как летом, конечно. Но они еще цветут. В прошлом году они цвели до практически 30 декабря. Мы украшали город к Новому году. На них еще были бутоны. А, значит, как мы понимаем, вот эта самая розовая площадь, если так ее можно назвать, стала больше. Вы добавили новые кусты, да? Новые клумбы. Да. Там получается, что у нас площадь роз увеличилась. Наша бельведер колоннады обрамляет такие розы. Роза робуста. Это роза красная. Она не похожа на нашу чайно-гибридную розу. У нее сам цветок в один ряд лепестков. Но она обильно цветет все лето красным цветом. И достаточно большой куст. Мы там высаживали эти кусты для того, чтобы они делали такое обрамление этой бельведер колоннады и продолжение наших клумб с розами уже, которые идут в город. То есть по левой и по правой стороне. Татьяна, давайте теперь о практичной стороне вопроса. Мы помним истории, когда розы погрызли козы. Да, то они засыхали без полива. Вот вы случайно не ошиблись местом для посадки? Удачное оно вообще или нет? Вот с этой точки зрения. И полив есть ли там? Полив у нас на бельведер колоннадах есть. Там будет капельный полив у этой розы. Благодаря милиции, экологической милиции, УВД, у нас уже козы ничего не грызут. Они уже там не пасутся. Поэтому я думаю, что никто не будет. Газон у нас прекрасно там себя чувствует, хорошо. Поэтому проблем не будет. Земля там немножко забитая. Мы сейчас взрыклили землю, добавим новую землю. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Ага, значит, место все-таки подходящее. Да, место достаточно подходящее. Ну вот везде в новостях писали, что в городе до конца ноября высадят порядка 4 тысяч кустов розовых. Что уже сделали, а что еще предстоит посадить? Ну, у нас примерно осталось еще половина. Еще 2 тысячи роз у нас осталось. Вот сегодня мы посадим, еще где-то 2 тысячи у нас осталось. Мы планируем в дальнейшем заменить на 25 октября вдоль кафе «Мафия». Каста «Мафия». Там есть у нас клумба с розами. Они достаточно как бы уже давно посажены. Мы хотим их заменить. Некоторые клумбы, которые планировали в начале осени посадить розами, мы немножко сделали, так сказать, перетрубацию. Другие, может быть, посадим. У Личгородка появилась новая клумба. Вход в Личгородок там была реконструкция, были заменены сети и появились новые места. У медфакультета вдоль флагштоков тоже появятся еще розы. На Одесской по линейному озеленению между можжевельниками там тоже красивая роза «Оскот», высокорослая. Поэтому будем стараться. У «Оскара». А вот, кстати, как погода? То, мы помним, было очень долго жарко, да? Не могли приступить к высадке. Как сейчас вот это похолодание? Это хорошая погода для роз? Как они себя чувствуют? Для нас эта погода достаточно хорошая, потому что температура стабильная. Земля, растения уже в стадии покоя. То есть розам ничего не... Им хорошо, будем так говорить, в этом стадии. Для посадки. Дело в том, что осенняя посадка, как роз, так и деревьев, очень хорошо влияет на растения. По всем моим наблюдениям, все, что было посажено осенью, достаточно хорошо себя чувствует весной. Ну, хорошо, а теперь скажите, когда же мы сможем насладиться цветом новых розовых аллей, те, которые вот вы высадили? Потому что я знаю, что по правилам вы должны срезать первый цвет. Вы дадите нам насладиться в этом году? Да, мы по правилам первые цветки срезаем. Но я думаю, что уже второе цветение будет достаточно обильным. По прошлому году могу сказать, что все, что мы посадили в прошлом году осенью, второе цветение достаточно быстро произошло. И мы любовались и Луида Финессом возле драмтеатра, и другими розами, которые были вы... Ага, это получается, значит, будет где-то середина лета, июнь, конец или июль? Да, это где-то середина июня, даже конец июня, начало июля. Это будет второе цветение, это будет... Просто хочется, чтобы куст более ветвистый был, чтобы корневая система укоренилась. Поэтому первые цветки обязательно на срезы будут. Татьяна Васильевна, скажите, а это правда, что на розы тоже есть мода? И вы сейчас убираете старые сорта, да? Немодные. Те, которые уже устарели, и высаживаете на их место так называемые трендовые, да, актуальные? Ну, да. Дело в том, что многие сорта в советское время, это были розы, они больше высаживались для обильности цветения, чтобы они создавали облако цветущее такое. Сейчас многие сорта имеют еще прекрасный аромат. Поэтому хочется, чтобы когда мы шли возле клумба, чтобы мы чувствовали аромат. Многие люди в этом году чувствовали этот аромат возле драм-театра. У нас очень красиво, очень ароматные розы, мне очень понравились. Получается, сейчас в тренде не только красота и цвет, но еще и аромат, рост на это тоже обращают внимание. И еще вопрос в заключение, Татьяна Васильевна. Тирасполь победит Бендеры по... В этой розовой гонке. Да. Ой, я думаю, что да. С нами на связи была инженер-технолог-спецзеленстрой Татьяна Негревода. Ну, а это было экспертное мнение. Не переключайтесь, смотрите новости на ТСВ, все самые важные и интересные события этого дня. Далее оставайтесь с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok